Здравствуйте, вы смотрите первый экономический календарь в этом году. Сейчас я, Марина Генералова, расскажу вам об основных событиях, которые ожидают нас в конце недели. Вторая половина недели ознаменована следующими макроэкономическими событиями. Так, в Великобритании сегодня выходит индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь. Прогнозное значение предполагает незначительное снижение индикатора до 58,3 пункта. Напомним, что предыдущее значение составляло 58,4 пункта. Этот индикатор стал максимумом с февраля 2011 года. Отметим также, что индикатор рос на протяжении 8 месяцев подряд. Причиной повышения назывались улучшенные данные по объемам производства и новым заказам. Ноябрьский показатель вырос с отметки в 56,6 пункта, зарегистрированные в октябре. Помимо этого, в четверг в США станут известны обновленные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице на неделе до 28 декабря. Согласно прогнозу, их количество снизилось до 334 тысяч требований. При этом неделей ранее число обращений составило 338 тысяч, и по сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 42 тысячи. Эксперты ожидали сокращения числа заявок только на 34 тысячи. Среднее количество заявок за четыре недели сократилось до 348 тысяч. Однако количество получающих пособия по безработице в США по состоянию на 21 декабря выросло на 46 тысяч, до 2 млн 923 тысяч человек. Кроме того, в пятницу в Швейцарии опубликуют доклад по индексу ведущих экономических индикаторов от Института КОФ. Экономисты сходятся во мнении, что показатель вырос до 1,92 пункта в декабре. Месяцем ранее данные, представленные Швейцарским экономическим институтом, показали резкий рост индикатора до самого высокого уровня почти за 2,5 года. На фоне предположений, что швейцарская экономика будет ускоряться, пока остальная часть Европы восстанавливается после экономического кризиса. Согласно отчету, ноябрьский индекс ведущих экономических индикаторов поднялся на 0,14 пункта до уровня в 1,85 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за октябрь в 1,71 пункта. В это время эксперты ожидали увидеть отметку в 1,82. На этом пока все. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok